Футбольные фанаты зажгли фаеры в знак скорби после известия о смерти легендарного игрока Диего Марадонны в Неаполе, где он играл с 1984 по 1991 год. Марадонна принял участие в 188 матчах в составе футбольной команды Наполе, в результате чего клуб завоевал свой первый титул чемпионов Италии. Позже Марадонна выиграл кубок UEFA, играя за тот же клуб. Легенда аргентинского футбола Диего Армандо Марадонна умер от сердечного приступа в среду утром в своем доме в Тигре. Пригороде Буэнос-Айреса. 30 октября ему исполнилось 60 лет. Ранее бывший футболист и тренер перенес успешную операцию по удалению тромба из мозга. Марадонна оставался в больнице из-за низкого кровяного давления, анемии и обезвоживания. Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил трехдневный общенациональный траур. Пенсионер Валерий Мельников из села Марково Амурской области 10 лет рисовал новогодние поздравления на льду реки Хамутина. В конце октября Валерия не стала. Ледовый художник скончался от коронавируса. Но местные жители решили продолжить традицию и нарисовали новую ледяную открытку, на которой можно разглядеть Деда Мороза с лопатой. Его прообразом стал сам Мельников. К открытке также сделали подпись «Деду Валерию посвящается». В Амурской области Валерий Мельников был знаменитостью. О его работах писали журналисты, а туристы приезжали в село Марково, чтобы сделать фотографии с ледяными открытками. Старейшей жительнице Ярославля Клавдии Годючкиной исполнилось 111 лет. Долгожительница появилась на свет в 1909 году в семье Столлера, еще во времена Российской империи при Николае II. Женщина пережила Октябрьскую революцию 1917 года, Великую Отечественную войну, распад Советского Союза. За 111 лет у коренной жительницы Ярославля накопилось много воспоминаний, например, о трудностях военной поры, когда тяжело было прокормить семью. В этом году бабушка жалуется, что в связи с пандемией ее жизнь стала менее насыщенной. Группа дайверов установила новый рекорд по высокогорному подледному погружению, совершив его на высоте 2930 метров на озере Шабайдак, расположенного рядом с Мухинским перевалом в Карачаево-Черкесии. В экспедиции, посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной войне, были задействованы участники из России, Белоруссии и США. Выпилив прорубь во льду, толщина которого достигала 50 сантиметров, дайверы по очереди опустились на глубину. В общей сложности в воде они провели полтора часа. На чемпионате Европы по скалолазанию в Москве российская спортсменка Юлия Каплина преодолела 15-метровую вертикальную трассу за 6,964 секунды. Таким образом, Каплина выступила быстрее всех в Европе и в мире в дисциплине «Скорость» у женщин. Лучшие спортсмены турнира получают шанс отправиться на Олимпийские игры в Токио в 2021 году, где скалолазание будет представлено впервые в истории. Инженер Хавьер Санчес, занимавшийся в прошлом разработкой голосового помощника Алекса от компании Амазон, представил новое приложение, которое помогает перевести мяуканье кошек на человеческий язык. Приложение MewTalk записывает мяуканье, издаваемое кошкой, и определяет значение данного звука. Любители кошек по всему миру могут бесплатно скачать MewTalk в Google Play Store и Apple App Store. И, наконец, начать понимать, что же все-таки хотят им сказать их питомцы.